Часть жителей села Дизгинжа из-за погодных условий осталась без электричества. В некоторых домах оно подавалось с перебоями. Периодически выключался, включался, но в основном у нас было, но было, как бы, отключался, включался. Но у нас тут улицы, ну, другая фаза, которая была, у них два дня света не было. Ну, потом, по-моему, вчера включили, по-моему, да, в обед где-то. В основном люди у нас тут от холодильников, потому что все на зиму мясо собрали в морозильнике. И, как бы, конечно, все очень переживали насчет этого. Понедельник они были светлые. Примар Дизгинжи Василий Капсамун рассказал, что через группу в соцсетях жители села сообщали, в каких районах отсутствует электричество. В понедельник прибыла бригада, мы работали с ними до 10 часов, практически сделали больше половины работы. Сегодня уже совместная бригада представителей «Премьера энергии» и «Электрик» наш. И плюс мы предоставили оборудование для того, чтобы сделать более быстро, подать людям электроэнергию. С утра 28 ноября бригада работала на последних трех участках. Таким образом, село полностью обеспечено электроэнергией. В основном проблема была в высоковольтной линии, 10 тысяч киловатт. И в трансформаторах были проблемы, сгорели определенные детали, их заменяли. Обрывов проводов, слава богу, не было у нас на территории села. Проблемы с электричеством возникли не только в Дизгинже, а во всех населенных пунктах автодомии. В каждом из них работают бригады, обещая в скором времени все восстановить. «Абсолютно по всем населенным пунктам проблемы. Везде, во всех селах, по городу Камрад очень много аварийных заявок. Все бригады, особенно бригады ОВБ, днем и ночью работают. Ветер нам немножко натворил делов». Министерство энергетики сообщили, что около 80 бригад работали для восстановления неисправностей, вызванных погодными условиями. Мария Статова, Григорий Ставилов, Мария Казаку. Новости ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова